Мы пришли поболеть за нашу бабушку, Демешко Наталью Николаевну. Она очень переживала, поэтому мы экстренно забрала сына со школы и поехали болеть за нее. Мы знаем, независимо от результата, что она у нас супер бабушка. В любом случае она победила. С такой поддержкой Наталья Демешко участвовать в конкурсе «Супер бабушка 2020» волнительно, но не страшно. Для нее это новый и интересный опыт. В обычной жизни эта энергичная женщина успевает все. Погулять с внуками, накрыть большой стол для родных, уделить каждому свое время и внимание. На конкурс «Супер бабушка» пришла, чтобы себя показать и на других посмотреть. Ведь победа не главное, когда для своих родных и близких ты уже супер. Я являюсь супер бабушкой, я их люблю безумно, моих внуков. У меня уже два школьника, и в прошлом году одновременно у сына и у дочери родились младшенькие, Данила и Кондрат. Это для нас счастье было долгожданное, потому что уже старшие старшие. А теперь нам еще такая радость. Ну и с удовольствием их вижу, с удовольствием занимаюсь с ними, они потешные, конечно. На конкурсе «Супер бабушка» между представительницами элегантного возраста развернули серьезные, но в то же время дружественные баталии. Соревновались бабушки в четырех номинациях. Задание «Визитная карточка» знакомило нас с участницами. Конкурс «Земля талантами полна» демонстрировал умение конкурсанток. А номинация с говорящим названием «Пальчики оближешь» краснорещивее любых слов показывала, что бабушки – мастерицы на все руки. Кроме того, эти милые дамы придерживаются золотого правила – век живи, век учись. И будешь всегда молодой. А потому не теряют время зря и постоянно познают новое. Что нужно для этого возраста? Для этого возраста, ну что? Самое главное – это внимание и занятость, чтобы прийти, пообщаться и оставить положительный след в своей душе, подчеркнуть какой-то адреналин. Вот это самое главное. Для этого отделения предназначено, чтобы занять людей с золотого возраста определенными занятиями, которые было бы каждому по душе. Хочется поздравить всех граждан пожилого возраста с этим днем. Могут говорить о празднике, потому что это праздник, праздник уже в возрасте. Я сказал уже золотого возраста, когда есть еще куда смотреть, значит, вперед жить и удобно посмотреть назад, посмотреть на прожитые годы. И хотел бы пожелать самое главное всем, а тем более в этих условиях – здоровья. Они зажигали на сцене и дарили ослепительные улыбки зрителям. Своим примером эти, трудно так назвать прекрасных дам, но назовем бабушки, в очередной раз доказали, что и в 60, и в 70 лет можно оставаться в душе молодым. 77-летняя Галина Балакар собственным примером опровергает утверждение, что старость – не радость. У жизнерадостной бабушки даже подготовка к конкурсу прошла быстро и весело. Как обычно, на скорую руку, очень быстро, затейливо, и все, чтобы было всем весело и интересно. Я бабушка два в квадрате, это значит, два внука и две внучки, и еще правнук. Конкурс «Супер бабушка», который проводится уже в седьмой раз, стал хорошим поводом для встречи и празднования общей даты. А звание «Супер» в этом году получила Галина Балакар. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.